Недавно они прошли в Сирии еще и боевые испытания. Они прошли не только успешно, они доказали свою жизнеспособность. И на данный момент уже идут поставки вооруженной силы Российской Федерации данных беспилотных летательных аппаратов. Вот этот беспилотник в пустынном камуфляже только что прилетел из Сирии на техническое обслуживание. Видите, на его борту по традиции красные звезды. И этот Орион, судя по всему, совершил почти 40 вылетов. Буква «Р» означает, что вылет был разведывательный, а буква «Б» соответственно, что вылет был боевой, ударный. Полковник Сергей Тюгай показывает видео прямо из Сирии. Эти кадры были засекречены, и кроме военных их еще никто никогда не видел. Боевое применение российского ударного беспилотника по радикальным исламистам. Вот Орион отрывается от взлетной полосы, вот в условиях облачности он заходит на цель. Вот сейчас он ведет разведку, видите, погодные условия, вы видите, очень сложные, идет нижняя облачность. После того, как он вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение, и в результате цель поражена. Это был военный объект незаконных вооруженных формирований, который просто необходимо надо было уничтожить. При сильной облачности и ночью Орион применяет для прицеливания тепловизор и камеру ночного видения. Вот российский беспилотник уничтожает склад с боеприпасами террористов. Самое главное, я бы хотел ваше внимание обратить на точность применения, о том, что вы также видите, что рядом находятся какие-то здания, сооружения, объекты. Но именно применение боеприпаса с наших беспилотных летательных аппаратов идет именно по цели. Никаких отклонений, никаких нет. Орион оснащен современным высокоточным оружием. Это и корректируемые бомбы, и ракеты с лазерным наведением. Правда, показать мы их вам пока не можем. Это все еще очень и очень секретно. Сейчас разведывательные ударные беспилотники.